Пролог В 2015 году человечество оказалось на грани вымирания. Предполагается, что это был вирус. Неизвестно, кто его создал и с какой целью, но человек, подхвативший его, считался мертвецом при жизни. Первый симптом – кашель. Через несколько часов после заражения человек выглядел так, словно голодал несколько месяцев. Бледная кожа, запавшие глазницы – это первое, что бросалось в глаза. После этого жить человеку оставалось около часа. Но не это было самое ужасное. Пораженные вирусом люди не умирали навсегда. Они возвращались, но возвращались другими. Наступил давно предрекаемый фантастами зомби-апокалипсис. Предполагается, что все началось на юге Африки. И там же должно было закончиться, так как военные быстро приняли меры. Была настоящая бойня. Всего за несколько часов более 99% населения Африки было уничтожено. Было принято решение не рисковать. Людей расстреливали с земли и бомбили с воздуха. Спасения не было. С континента были вывезены и спасены лишь единицы. Но вирус оказался слишком живучим. Вспышка болезни стала возникать по всему миру, уничтожая целые города. Всего за полгода половина населения Земли вымерла. После чего, по неизвестной причине, вирус перестал поражать людей. К этому моменту нормальной жизни пришел конец. Любой большой город просто кишил мертвецами. Правительства перестали существовать. Армии больше не было. Но появилась новая напасть. Живые мертвецы, те люди, что умерли, заразившись вирусом, явно хотели есть. Началась борьба за выживание. Глава 0 Счастливый день «Макс!» — крикнул я. Ответа не было. Развернувшись, я спустился по лестнице и обнаружил, что мой друг пытается ломиком выкорчевать замок на двери. «Макс, какого хрена ты делаешь? Нас услышат!» Мы и так с трудом смогли добраться до этого магазина. «Тише! Послушай ты! Там за дверью кто-то есть!» «Вроде бы женщина! Я слышу плач!» — яростно зашептал он. Я подошел к двери с другой стороны и прислушался. Действительно, за дверью кто-то тихо плакал. Я кивнул Максу и скинул со спины рюкзак. Достав оттуда еще один ломик, я приложился к замку вместе с ним. Дверь не выдержала, и замок сорвался с громким стуком. Плач не прекратился. Переглянувшись с Максом, я легко толкнул дверь, открыв нашим глазам отвратительное зрелище. Всего в нескольких шагах, прямо перед нами, мертвяк удобно устроился на коленях рядом с телом женщины и сейчас доедал ее руку. Запах тоже не вызывал восторга. К счастью, он нас не увидел. Поэтому я без спешки взял ломик и, размахнувшись, опустил его ему на голову, превратив ее в кровавое месило. Осмотревшись в поисках плачущей женщины, я обнаружил лишь куклу, которая издавала эти звуки. Я перевернул ее на ноги. Плач прекратился. Просто кукла. Разочарованно сообщил я Максу, который стоял в дверях. Вот, блин, сплюнул он. А я-то уж думал. Неважно. Как думаешь, давно-то оно тут кинуло на мертвяка и спросил он. Не думаю, ответил я, осмотревшись. Она тут явно лежит недолго. Вот, посмотри. Перебросил я ему сумку со стола. Да, вода, консервы. Тут даже какие-то батончики вроде не испорчены. Она тут не больше двух дней провалялась. Он кинул мне сникерс. Ох ты ж, посмотри-ка сюда, друг. Позвал он. Я вернулся к нему и посмотрел на то, что он хотел мне показать. Он держал в руках пистолет, явно не игрушку. Я знал это, так как мы с детства вместе ходили в оружейную секцию. И несмотря на то, что я пропускал мимо ушей всю теорию, стрелять, ровно как и отличать настоящее оружие от подделки, я умел. Смотри, тут целый арсенал, улыбнулся он. Еще три полностью заряженных магазина, плюс один в патроннике. У нас 48 выстрелов. 48 мертвых тварей, если не промахиваться. Это все очень круто, но нам нельзя задерживаться. Поторопил я его. Надо подняться на третий этаж. Там кабинет директора. Надо поспать. Темнеет. Завтра сможешь обшарить тут офис и спуститься в торговый зал на первый этаж. Думается, тут довольно спокойно. Всего один мертвяк на огромное трехэтажное здание. Это настоящая удача. Окей, ты прав, как всегда. Бросил он взгляд на тела в комнате. Двигаем. Сумку не забудь забрать. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. Оставив позади этаж с множеством офисов. Пройдя по короткому коридору, мы оказались перед приоткрытой дверью. За которой должен быть кабинет директора. Толкнув дверь, я увидел, как Макс взводит курок. Не вздумай. Ты забыл, что произошло, когда мы сбросили того зомбака на машину. И сработала сигнализация. Мы еле вырвались. Если ты выстрелишь, сюда сбегутся мертвые со всей округи. Я схватил его за руку. Убери это. Убедившись, что Макс не будет усложнять нам работу, я тихо зашел внутрь. Большая комната. Два дивана у стен напротив друг друга. Большой стол у дальней стены и несколько стеллажей с книгами. Окон не было. Что нам было только на руку. В общем, тут было довольно уютно. Хотя, если нас найдут, уходить придется с боем. Так как с нашего этажа есть лишь один выход. Похоже, мы сможем тут остаться ненадолго. Окликнул я Макса. Жестом позвал внутрь. Да, тут довольно тихо. Ничего себе диванчики. Радостно плюхнулся на один из них он. А это что? Указал он на что-то позади меня. Я развернулся и увидел еще одну дверь. Незамеченную мной. Так как она была прямо у меня за спиной. Шепнув, что я проверю, я перехватил ломик поудобнее. И повернув ручку, резко рванул дверь на себя. От запаха меня чуть не вырвало. Это был туалет. На унитазе сидел мужчина. Он был мертв. И кровь забрызгала стену позади него. Правая рука у него явно была покусана. И в ней он держал пистолет. Близнец уже найденного нами. Похоже, он решил застрелиться, чтобы не стать одним из мертвяков. Вырвав у него из пальцев пистолет, я вернулся к Максу и закрыл дверь. Теперь у нас с обоих есть оружие. Показал я ему добычу. Похоже, сегодня действительно наш счастливый день. Плюхнулся я на соседний диван, устала, закрыв глаза. К несчастью, пистолет разряжен. Так что у нас по-прежнему всего 48 выстрелов. Зато стрелять мы можем вместе. Немного повышают наши шансы, да? Криво улыбнувшись, спросил Макс. Разве что совсем чуток. А теперь давай спать. Мы уже два дня без сна. Это не слишком хорошо. Макс, не отвечая, развернулся к стене и почти мгновенно уснул. Я же не мог уснуть. Я думал о том, что делать дальше. Со вчерашнего дня мы прошли полгорода, передвигались днем. Так как в это время мертвых обычно не видно на улицах. Они активны в основном ночью. Это позволяло нам практически не рискуя переходить из дома в дом. Но долго так продолжаться не могло. Когда мы забрались в очередной дом, чтобы пошарить в холодильнике на предмет покушать, мы наткнулись на целую семью мертвяков. В панике, в горячке, спасая свою жизнь, столкнули в окно третьего этажа одного из мертвяков. Он упал на машину, сработала сигнализация. И через пять минут все вокруг кишило мертвецами, которых привлек громкий звук. С трудом вырвавшись из этого дома, мы рванули вперед по улице. За нами бежало несколько десятков этих тварей. Но на наше счастье они очень медлительны. Мы несколько часов без продыху пытались оторваться от погони. И мертвяки со временем отстали. Но была и другая сторона медали. Мертвые не устают. И со временем догнали бы нас. Нам пришлось бежать. Постоянно петляя. Сворачивая в переулки и перелезая через заборы. Во время погони Макс повредил ногу и бежать дальше мы не могли. Пришлось в срочном порядке менять план. Мы забежали в ближайшую дверь. Благо, внутри не оказалось мертвяков. Максу становилось все хуже. Бежать так же быстро он не мог. Нам нужно было место, чтобы передохнуть. Где мы сможем обосноваться хотя бы на несколько дней. Чтобы набраться сил и дать Максу возможность выздороветь. Мне пришло в голову, что если нам удастся незамеченными попасть в торговый центр, расположенный неподалеку, мы сможем передохнуть. Вдобавок к этому получим практически неограниченный для двух человек запас еды и воды. Так же не выбираясь на открытые места, мы смогли пробраться внутрь через вход для персонала. И теперь оказались в относительной безопасности. И теперь, когда у меня появилась возможность все обдумать, я лежал и вспоминал, с чего все началось. Сначала в новостях стали появляться странные сообщения о чуме 21 века, которая превращает людей в кровожадных чудовищ. Примерно через месяца три после этого телевизор перестал показывать что-либо. Отключился интернет. Отказали телефоны. В нашем городе ничего подобного еще не происходило. Поэтому мы все наивно думали, что это напасть обойдет нас стороной. Глупо. Как-то я проснулся. Прошло около полгода с момента первых упоминаний о болезни в новостях. Я обнаружил, что моя сестренка Саша исчезла. А на улице происходит настоящий ужас. Я сразу понял, что происходит и рванул к моему лучшему другу Максу. Целый день мы провели в поисках моей сестры, избегая больших скоплений людей. Но поиски ни к чему не привели. Буквально за день город вымер. Нам повезло забраться в чужой частный дом, и провести там ночь. Владелец явно не считал, что то, о чем сообщают СМИ, бред. Так как я нашел в ящике стола небольшую тетрадь. Несколько страниц, которые были списаны полностью. Хозяин дома скрупулезно записывал все, о чем слышал по телевизору в эту тетрадь. За что я ему благодарен. Только благодаря новообретенным знаниям мы еще живы. Именно оттуда я узнал, что укушенный мертвяком человек обречен. Что передвигаться надо днем. Ночи пережидая в укрытие. И чтобы убить живого мертвеца, бить надо в голову. Весь следующий день мы были слишком заняты выживанием, чтобы думать о будущем. Но сейчас мы снова оказались в относительной безопасности. И я стал упорно думать о том, что же делать дальше. В городе оставаться было нельзя. Когда Макс снова может быстро передвигаться, нам придется уходить отсюда. Но я не мог просто уйти. Моя сестра может быть жива. И если мы покинем город, то я окончательно расстанусь с мыслями о ее поисках. Передо мной стояла дилемма. И я решил посоветоваться с Максом, прежде чем принимать решение. Совсем забыл о том, что я так и не рассказал тебе, читатель, о себе. Меня зовут Игорь. Мне 19 лет. У меня есть сестренка, которая жила со мной. Родители переехали в США. И через два года, когда Саша закончила бы школу, мы должны были лететь туда же. Но произошел конец света. И теперь я даже не знаю, живы они или нет. Все мои знакомые и друзья, кроме Макса, пропали в воцарившемся хаосе. Мы остались вдвоем против целого мира. Глава 1. В поисках. А я тебе говорю, что в хрень все это собачья. И ты сам себе не простишь, если мы просто свалим отсюда. Ты не понимаешь. Я хочу найти ее не меньше твоего. Но это слишком опасно. Ты не можешь выходить на поиски вместе со мной. А если я попадусь на клыки этим тварям, то ты тоже обречен. Друг, давай подумаем логически. У тебя есть оружие, у меня тоже. Мы оба умеем стрелять. Как ты мог заметить, эти твари в основном ходят по одиночке. Вдобавок к этому они медленные, как улитки. Если выходить на улицу днем, то ты ничем не рискуешь. Это слишком опасно. Я не оставлю тебя тут одного. Мы не будем выходить из этой комнаты. А когда ты встанешь на ноги, мы тихо свалим из этого сраного города. Да пошел ты. Ты не смеешь меня заставить. Если ты хочешь уйти, валяй. Беги прямо сейчас. А я отлежусь и пойду искать твою сестру сам. Я задумался. Черт. Похоже, у меня просто нет выбора. Придется искать Сашу. Хорошо, хорошо. Все, стоп. Я принял решение. Оставить тебя просто так я не могу. И не возражай. Сейчас я спущусь и пройдусь по всем офисам на втором этаже. После чего спущусь в торговый зал и принесу тебе что-нибудь поесть. И вот только тогда я пойду в город. Договорились? Макс некоторое время еще смотрел на меня из-под лобья, гневно дыша, но увидев, что ему удалось меня переубедить, расслабился и кивнул. Вот, друг, понадобится. Кинул он мне пистолет. И, кстати, если найдешь отдел с чипсами, подними сюда пару пачек. А то ведь срок годности скоро кончится. И дальше мы будем жрать одни консервы. Скорелился он. Согласно кивнув, я вышел. Обход всех офисов занял около часа. Как ни странно, здание оказалось чистым. Ни одного мертвеца, кроме уже убитого нами вчера. Побросав в корзину разных продуктов, я заглянул и в отдел с чипсами. Подняв еду Максу на третий этаж, я услышал довольное. Вкусняшечки. Дядя Макс по вам скучал. Я снова спустился вниз и вышел на улицу, не забыв взять дополнительный магазин из сумки. Тишина, какой не бывает в нашем городе, царила вокруг. Осмотревшись, я не увидел поблизости ни одного зомби. И быстро перебежал улицу. Цель я себе наметил. Я решил вернуться в свою квартиру. Вдруг Саша вернулась туда и нашла мою записку, на которой я оставил ей сообщение. Жди здесь, я буду приходить каждый день. К несчастью, это означало, что мне предстоит пройти полгорода в одиночестве. Но выбора у меня не было. Пару раз по дороге я встречал зараженных, но мне удалось остаться незамеченным. Добравшись до своего дома, я достал пистолет и вышел в темный подъезд. Поднимаясь наверх в полной темноте, мне пришло в голову, что не лишним было бы достать фонарики. К счастью, на лестнице я не встретил ни одного мертвяка. Хотя не раз слышал, как в квартирах, мимо которых я проходил, кто-то громко шаркает. Добравшись до шестого этажа, я обнаружил, что дверь приоткрыта. Это могло означать только одно. Саша была здесь. А может быть, она все еще внутри. Осторожно открыв дверь, я беззвучно прошел в квартиру, заглянул в пустую спальню и тихо прошел в гостиную. Вместо Саши я обнаружил там полуразвалившийся ходячий труп. Довольно мерзкого вида. Он даже не успел понять, что происходит, как я вогнал нож ему промеж заплывших кровью глаз. На столе я обнаружил свою записку. Перевернув ее, я увидел ответ сестренки. Кто-то идет. Ухожу. Белов. Белов, фамилия Макса. Похоже, мы с сестренкой принимаем одинаковые решения. Выбежав из подъезда, я чуть не наткнулся на целое сборище зомби. К счастью, я успел их увидеть и успел забежать в спасительную тьму подъезда. Пришлось переждать, пока все мертвяки штук шесть пройдут мимо, теряя драгоценное время. На полдороги меня увидели. Мертвые. Двое. Надо было принимать решение. Уходить в переулки в надежде сбросить их со следа или смести их с дороги. Вспомнив слова Макса, я достал нож и двинулся в их сторону, повторяя про себя. Медленные, как улитки. Медленные, как улитки. Сердце билось слишком громко, отвлекая меня. Несмотря на это, мне удалось без проблем вонзить нож в затылок одному из них. К несчастью, нож застрял, и второй ублюдок схватил меня за плечи, пытаясь добраться до моей шеи. Рванувшись назад, я уперся в стену. Зубы мертвяка класнули прямо у меня перед носом. Я почувствовал ужасную вонь. Но, как ни странно, я не запаниковал. Живые мертвецы оказались действительно чрезвычайно медленными. Резко оттолкнув его вправо, я рванул вперед, к телу первого зомби. Приложив некоторые усилия, я вырвал нож из его головы. И по инерции, развернувшись, оказался лицом к лицу с мертвяком. Несколько секунд я всматривался в его лицо, запомнив заплывшие кровью глаза, потрескавшуюся кожу и застрявшие между зубов куски плоти. И только после этого понял, что на автомате я воткнул нож ему в висок. Вырвав его оттуда, я, пошатываясь, после пережитого стресса, продолжил свой путь к дому Макса. А ведь он прав. Эти твари ужасно медлительные, и их можно без проблем убивать, радостно подумал я. Мир перестал быть таким мрачным. Безысходность отодвинулась немного дальше. Добравшись до нужного места, я обнаружил, что проделал весь этот путь зря. Похоже, той ночью мародеры или бандиты уже побывали здесь. Дом сгорел. В отличие от меня, Макс жил в частном доме. И начавшийся пожар оставил от его дома лишь пепелище. Я снова не знал, куда мне следует идти. Полдня потрачено впустую. Через несколько часов нужно возвращаться в супермаркет. На душе погано. Снова нет цели. Снова неопределенное будущее. Сашу, похоже, уже не найти. А возможно, она уже стала одной из них. Откуда мне знать? Может, она была дома. Еще вчера и ночью ее съели. Или укусили. Слеза скатилась по щеке. Я удивленно моргну. Ведь я даже не заметил, как начал плакать. Встряхнувшись, я смахнул с глаз слезы и попытался поставить перед собой цель. Что я знаю? Саша была дома. Услышала, как в квартиру зашел мертвяк. Я уверен, что у нее не будет никакого желания вернуться туда. Она отправилась к Максу и нашла на месте его дома пепелище. Что она предпримет после этого? Думай, думай. Девчонки 15. Что может прийти ей в голову? Не знаю. Не знаю. Где она бывает каждый день? С чем у нее связано множество воспоминаний? Больно ударив себя по лбу за глупость, я резко рванул с места. Я знал, куда она пошла. Я был практически уверен в этом. Школа. Вдобавок к тому, в школе она бывает каждый день. Под ней есть довольно большое убежище, построенное когда-то совсем давно. На дорогу у меня ушло около полчаса. Вечерело. Если я не найду ее в школе, мне придется возвращаться к Максу. Так как уже темнеет. И если я окажусь на улице ночью, я труп. Я зашел в школу через главный вход, оказавшись в длинном темном коридоре. С обеих сторон коридора было множество дверей. Я уже и забыл, как много тут кабинетов. Я беспомощно посмотрел во все стороны, не представляя, как я буду искать Сашу в таком огромном здании. Четыре этажа. На каждом кабинетов сорок, если не больше. Плюс спортзал и столовая. Но назад поворачивать было поздно. Я принял решение. Первым делом надо заглянуть в убежище. Осталось только вспомнить, где тут спуск в подвал. Найдя на стене план здания, я двинулся к подвалу. По дороге заглядывая во все кабинеты. Пока мне везло и не везло одновременно. Сашу я не нашел, но ни одного мертвеца я не встретил тоже. И надо отметить еще одну деталь. Все вокруг было в крови. Рейки крови на полу. Брызги на стенах. В кабинетах все было перевернуто вверх дном. И везде была кровь. Кроме того, повсюду лежали тела. И детей, и взрослых. И не все они были мертвецами при жизни. Если можно так сказать. У большинства были лица обычных людей, а не бледных, высохших зомби. У меня защемило в груди. Когда я подумал, что один из этих трупов может быть моя сестра, добравшись до лестницы в подвал, я услышал внизу по лестнице слабые стоны. Снова пожалев об отсутствии фонарика, я двинулся вниз. «Кто здесь?» раздался слабый голосок. «Я ищу свою сестру. Я не причиню вам зла. Вы сможете мне помочь?» ответил я, продолжая спускаться. Вместо ответа я услышал кашель. Собравшись, я резко рванул вниз, пробежав последние ступеньки и повернул направо. Света было мало. Он проникал через небольшое окошко за моей спиной. И я остановился, пытаясь увидеть, с кем я разговаривал. У двери убежища я увидел темный силуэт и подошел ближе, опустившись вниз. С такого расстояния я увидел, что это сидит опершаяся стену одна из учителей этой школы. Она была невероятно бледная, кожа на лице была сухой и потрескавшейся. Молодая, в общем-то, женщина выглядела глубокой старухой. «Вы слышите меня?» «Вы можете мне помочь?» «Я ищу свою сестру. Вы должны ее знать. Саша Грозина. Одна из ваших учениц», зашептал я. «Да, я слышу». «Саша, Саша, ее там нет. Нет там». «Ну и хорошо», слабо ответила она, указав рукой в сторону двери в убежище. «Что?» «Где ее?» «Нет». «Что происходит?» «Вы не знаете, где она?» Отчаялся я добиться внятного ответа от умирающей женщины. «Она не в убежище», неожиданно громко ответила она. «В убежище я загнала всех зараженных детей». «Кашель». Это все началось во время занятий. Крики на улице, выстрелы, погромы. В школу ворвались люди, мертвые люди. Они стали набрасываться на учеников. Они валили их на пол и начинали есть. Она снова закашлялась. А я смотрела на это из своего кабинета и не могла ничего сделать. «Ты веришь?» «Ничего не могла». А потом пришли бандиты. У них было оружие. Они расстреливали ими, и мертвых, и живых, не задумываясь. «Они хватали их», заплакала она. «Хватали девушек и насиловали прямо в коридорах. Кричали о том, что это награда за спасение. Она снова закашлялась. Бред сивой кобылы. Они еще хуже мертвяков. Мерзкие ублюдки». А потом, когда ночью все успокоилось, и все уснули, и ученики, и бандиты в школу снова приперлись в зомби. Это было просто река мертвецов. Половину бандитов, которые себе первый этаж заняли, они еще сонными схарчили. Потом уже эти ублюдки проснулись и снова взялись за оружие. Несколько часов подряд стреляли, а мертвецы все шли и шли. Но в конце концов все закончилось. Эти твари, которые живые, не стали больше ждать. Забрали с собой кое-кого из девушек из старших классов и ушли. Тогда я вышла из своего укрытия и прошлась по школе. Как оказалось, я единственный живой учитель. Снова заплакала она. Все погибли. Все. И большинство детей были покусаны. Множество мертвы. У меня не было выбора. Ты веришь мне? Не было выбора. Я сказала всем, кого укусили, идти за мной. Сказала, что в убежище я перевяжу им раны, каши. И я запустила их туда внутрь. Махнула она рукой на дверь. А потом я просто захлопнула дверь. И они все там, внутри. Около сотни мертвых детей. Кашель. У меня не было выбора. Пожалуйста, скажите, что у меня не было выбора. Схватила она меня за руку. У тебя не было выбора. Ты все сделала правильно. Лучше уж так, чем если бы они по городу бродили. Все хорошо. Все в порядке. Пожалуйста, расскажи, что с моей сестрой. Сестра. Твоя сестра. Саша. Да, она жива. Я заперла ее и еще двух ребят на четвертом этаже в 438 кабинете. С ней все хорошо. Пожалуйста, не бросай меня. Она умоляюще посмотрела на меня. Не оставляй меня так. Я знаю, что со мной будет. Я не хочу стать, как они. Убей меня. Меня укусили. У меня не было времени смотреть, кого из лежащих по всей школе людей укусили. И когда я заперла детей тут, я поднялась наверх, а там на меня набросился мертвяк. Укусил в ногу. Я знаю, что со мной будет. Не оставляй меня тут. Ее глаза закатились. Губы сжались. Лицо одеревенело. Достав нож, я аккуратно, резким движением выполнил ее последнюю просьбу. И поднялся наверх. Первое, что я заметил, это что лежащих тел стало меньше. Похоже, за те 10 минут, проведенных внизу, количество ходящих по школе мертвецов увеличилось. И мне предстояло добраться до кабинета 438 на четвертом этаже, не попадаясь им на глаза. Веселенькая перспектива. Вдобавок к этому взглянул в окно. Я понял, что ошибся. У меня не было нескольких часов. У меня вообще больше не было времени. Но улицы почти стемнело. И уже скоро улицы заполняются мертвецами. У меня был от силы час. Этого не хватило на дорогу. Похоже, предстояло остаться на ночь в школе. Очень тихо и медленно передвигаясь, я смог добраться до четвертого этажа. Поднимаясь, я видел неясные тени и слышал шаркающие шаги на этажах. На мое счастье, мертвяков явно не привлекали лестницы. Им больше нравилось бродить по кабинетам и коридорам. Оказавшись на четвертом этаже, я тихо прошел через двери и оказался прямо за спиной мертвяка. Он уперся головой в стену и не замечал меня. Оставив его созерцать штукатурку, я проскользнул в коридор и медленно двинулся вперед. 429, 430, 431, 432, 433. Я считал таблички на дверях. Похоже, я ушел в правильном направлении. Внезапно, впереди, в темноте, я увидел темный силуэт. По характерному рычанию и шаркающей походке я понял, что это явно не живой человек. На мое счастье, зомби, похоже, видят в темноте даже хуже людей. Это позволило мне подготовиться и, резко рванувшись вперед, вонзить нож ему в голову. Подхватив тело, чтобы при падении оно не наделало шуму, я мягко уложил его на пол. 437, 438. Я у цели. Прислонив ухо к дверей, я прислушался. Шарканье и утробного рычания слышно не было. Это уже радовало. «Саша!» Полу шепотом позвал ее я. Ответа не было. Попробовав еще пару раз, я понял, что это бессмысленно. Подергав за ручку, я убедился, что дверь заперта. Как я об этом не подумал. Ключ остался у мертвого учителя. Спускаться за ним снова я не рискнул. Придется обойтись тем, что есть. Скинув рюкзак, я достал не раз спасавший меня ломик. Приткнув его к замку, я попытался его выломать. Дверь не поддавалась. Опершись ногой о стену, я удвоил усилие и услышал, как трещит дверь, поддаваясь. Еще немного усилий. Бамс! С громким стуком дверь распахивается. Часть косяка разлетается в щепки, а последнее, что я вижу, это несущиеся ко мне ножки стула. «Он жив?» Испуганный мужской голос. Пацану явно больше шестнадцати. Конечно, он жив. Идиот безмозглый. О, этот голос мне знаком. Ты его ударила? А я идиот? Да пошла ты. Ладно, прости. Просто я наверх, как и ты. Мир? Сестренка всегда умела убеждать. Когда она говорит таким голосом, на нее невозможно обижаться. «Мир!» Вздыхает. «Игорь, ты как? Открывай глаза! Ну же! У нас нет времени! Ну не заставляй меня ждать!» «Я и так тебя два дня ждала!» «Я не выдержу еще!» Гладит меня по волосам. Я открыл глаза. Все плывет перед глазами. Голова раскалывается, на лбу явно ссадина. Чувствую кровь. Попытался сказать хоть что-то. Был вознагражден новым взрывом боли. «Похоже, я получил в лучшем случае сотрясение!» «Очнулся?» «Вот, пей!» Подносит к корту бутылку. Жадно глотаю. Становится немного лучше. «Полей на лицо!» С трудом выговариваю. Прохладная вода стекает по волосам. Намного лучше. Приподнимаюсь на локте. Прямо передо мной стоит долговязый парень, похоже, одноклассник Саши. Худой, как жерть, рыжий и в веснушках. Убрать веснушки и набрать веса вылитый Макс. Такой же высокий и цвет волос одинаковый. Поворачиваю голову вправо, улыбается мое маленькое чудо. Красивое лицо, пухлые губы, черные, как смоль волосы, зеленые смеющиеся глаза, полные слез, радостная улыбка на лице. Все-таки нашел. Не потерял тебя, сестренка. На глазах невольно наворачиваются слезы. Встряхиваюсь, смахивая их, протягиваю руку долговязому. Помоги встать. Он поднимает меня с пола. Игорь, сжимаю руку. Леха, пожимает в ответ. Саша и Саша? Интересно, усмехаюсь, косясь на сестренку. Да я его вижу первый раз, мы единственные кого не покусали, и нас тут Ангелинка заперла вместе. Постой, твоя Ангелинка сказала, что с тобой были двое. Осматриваюсь я. Да, были, но оказалось, Ромку покусали, а он скрыл это от нее. И что? И что произошло? Я... В общем, я не стала ждать, вдруг твердо сказала сестренка, посмотрев мне в глаза. Ангелинка оставила мне нож, и когда он отвернулся, я ударила, и я убила человека. Слезы потекли у нее из глаз. Нет, нет, тише, успокойся. Обнял я ее, прижав в груди, вдруг понимая, как сильно изменился мир. Тут все сделано верно, у него не было шансов, он был уже мертв. Если человека укусили, он превратится в мертвяка. Ты все сделала правильно. Правильно. Посмотри мне в глаза, давай, видишь, веришь мне? Ты все сделала так, как надо, это не убийство. Гладил я ее по волосам. Все в порядке. Саша зашлась в плаче, уткнувшись мне в лицо. Так, ты Леха, да? Закрой дверь и стой там. Скажи, если услышишь, что кто-то идет, похлопал я по плечу Долговязова. Саша, успокаивайся, все в порядке. Я нашел тебя и больше никогда не потеряю. Никогда тебя не брошу. Ласка уговаривал я ее. Расскажи мне, что произошло в школе? Я, я не могла перестать рыдать. Она прости меня за удар. Я подумал, это один из этих белых. Я только улыбнулся. Шли занятия, а потом я услышала крики. В школу забегали эти твари. Мертвяки, ты сказал. Их было очень много. Я запаниковала. Парни стали бросать стулья в окна и выбрасываться из здания. Я тоже вылезла через окно. Сразу же хотела идти домой. Но на улицах был такой хаос. Я видела, как людей валили на землю и ели заживо. Я не смогла идти. Мне стало страшно. Я забежала в ближайший подъезд, нашла открытую квартиру и сидела внутри несколько часов, пока на улице не стало тихо. Я посмотрела в окно. Никого не было видно. Только трупы. Много трупов. Я побежала домой. Я нашла твою записку и в этот момент услышала, что кто-то зашел в квартиру. Я написала, что буду у Максима. Думаю, ты понял. Я кивнул и выбралась через балконы, спустилась по пожарной лестнице. Но когда я добралась до его дома, ты видел это. там его не было. Там был пожар или что-то еще. Дома нет. Максим жив? С ним все в порядке? Да, с ним все хорошо. Завтра мы с ним встретимся. Успокоил я ее. Ну и, в общем, после этого я решила вернуться в школу. Там все-таки есть убежище. Да и надежнее место я все равно не знаю. Я мысленно похвалил себя за догадливость. И вот я возвращаюсь уже почти ночь и вижу, что трупы мимо которых я проходила днем исчезли. И мне стало так страшно. Я ничего не понимала. Добравшись до школы уже под ночь, я услышала выстрелы и крики. Тебя только выстрелы и спасли. Покачал я головой. Ночью мертвяки выстрелы и крики. Влазят из домов и обычно по улице даже несколько шагов не сделать. А вчера ночью их всех привлекла школа. Громкие звуки оттуда. Ну так вот, я просто легла под кусты на траву и стала ждать. Стреляли несколько часов, а я не могла заставить себя встать. Под утро из школы вышли какие-то люди. Человек 30. Тащили с собой девушек. Нескольких моих одноклассниц. Я помолчал, решив не рассказывать ей, кто были эти люди на самом деле. После этого я все-таки смогла встать. Зашли в школу и повсюду тела. Везде лежали мертвые. Саша заплакала. Я приобнял ее посильнее. Меня почти сразу нашла Ангелинка. Заставила подняться сюда. Рассказала вкратце, что происходит. Оставила воду и запила меня тут. С Ромкой. Через несколько часов привела Леху. Отдала мне нож и наказала метить в голову, если нас найдут. Обещала вернуться через пару часов, но так и не пришла. Мы уже успели поспать после этого. Как я убила. Снова заплакала она. Где она? Ты видел ее? Видел, видел. Тише. Это она сказала, где тебя найти. Но она уже мертва. Ее укусили, и мне пришлось помочь ей. Успокаивающим тоном сказал я. Что нам сейчас делать? Зашлась Саша в плаче. Ничего. Ночью выходить нельзя. Тихо за ночуем здесь. Я посторожу. Ничего не произойдет. Саша кивнулась, глотывая слезы. Я снова подумал о том, как же мне повезло. И вчера, и сегодня. Жизнь не заканчивалась. Мир слетал с катушек. Но часть моего мира осталась на месте. Саша, Макс, все как прежде. Спустя несколько часов, глядя на спящую у меня на коленях Сашу, я снова почувствовал прилив нежности. И понял, как сильно я благодарен ей за то, что она есть. Лехе не спалось. Мы разговорились. Я узнал, что он на год старше Саши заканчивал 10 класс. Сестренка только 9. Я узнал, что из родни в этом городе у него только наполовину парализованный дед, который сейчас скорее всего мертв. И что он был рад присоединиться к нам. Выбор у меня был небольшой. Либо я соглашаюсь, либо обрекаю его на смерть, отказывая ему. Как вечный идеалист я выбрал первый вариант. Пару раз за ночь мертвяки подходили близко к нашему кабинету. Но похоже запах трупа, который лежал перед дверью, отворачивал их от нас. Так как, доходя до тела, они возвращались назад. Дав себе за рог подумать об этом, довольно интересном, кстати, факте, я разбудил Сашу. Светало. Скоро в путь. Ты готова? Да. Я только умоюсь и все, сонно ответила Сашка. Умывшись водой из бутылки и собравшись, мы вышли в коридор. Судя по всему, за ночь мертвяков в школе стало еще больше. Все здание было заполнено отвратительным звуком их шаркающих шагов. Оставаться незамеченными у нас не было шансов. Будь я один, я бы попробовал выскользнуть, но втроем это слишком рискованно. Сказав Саше, что нужно делать, мы двинулись вперед. Два мертвяка в конце коридора. Один получает мой нож в затылок, вторым занялась сестренка. С радостью отмечаю, что брезгливости или страха Саша не испытывает. Она всегда была боевой девчонкой, пацанкой. Похоже, у нее не будет проблем в новом мире. Так, двигаясь медленно, но не привлекая лишнего внимания и оставляя за собой тела людей, умерших второй смертью, мы добрались до выхода. Когда мы вышли из школы, стало совсем светло. Пройдя несколько шагов, Сашу вырвало. Я рванулся к ней, но увидел, что она улыбается. Похоже, у нее действительно не будет проблем с мертвяками. У меня получилось внушить ей то, что они безмозглые и очень медленные. С гордостью подумал я. На дорогу до супермаркета ушло около двух часов, так как мы довольно часто встречали одиночных мертвяков, и я давал Саше возможность разобраться с ними самой, не забывая, правда, при этом держать их на прицеле. Добравшись до входа, я ускорил шаг. Меня не было целые сутки, мало ли что могло случиться. Быстро стараясь не шуметь, я провел за собой сестренку и Леху, держа на готове пистолет. К счастью, с Максом все было в порядке, и он с улыбкой на лице ждал нас, сидя на диване. Сестренка с визгом бросилась обнимать его, я даже заревновал. Сказав Лехе бросить куда-нибудь вещи и отдохнуть, я оперся о стену и медленно по ней съехал, с каждой секундой чувствуя, как отступает напряжение, которое владело мной с того момента, как пропала Саша. Да, в будущем нам еще придется хлебнуть горе, нам еще надо думать о том, как покинуть город, не привлекая внимания, ведь теперь нас четверо. Да, совсем скоро нам придется уходить из этого довольно уютного кабинета, придется покинуть супермаркет и расстаться с нескончаемым запасом еды и питья, придется обустраиваться вне городских стен, там, где более безопасно, но сегодня, сегодня все хорошо. Я с нежностью смотрел на Сашу, которая устроилась рядом со мной на диване, с благодарностью взглянул на Макса, который убедил меня в том, что Сашу надо искать, несмотря ни на что, подумал о том, что-нибудь с Сашей вынужденной сидеть целый день в закрытом помещении, Лехе, который поддерживал ее, эта история могла бы иметь совсем другой конец. Сегодня на небе ярко светит солнце, убеждая меня в том, что наше будущее будет счастливым, и поэтому, крепко обняв засыпающую сестренку, я сам провалился в сон и с улыбкой шепчу ей на ухо, все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok